Теперь вы в безопасности. Я в безопасности. Любой, кто захочет взять долёвку под защитой банков. Эскроу-счета оградили покупателей квартир от статуса «обманутый дольщик». Даже если застройщик разорится в процессе строительства, банк вернёт вам деньги. Даже если банк разорится, ведь счета застрахованы. Но оказалось, у противоядия есть побочные действия. В первую очередь пострадает, наверное, всё-таки покупатель. В связи с тем, что будет меньше строительных площадок, меньше строится жилья. На сегодняшний день мы уже видим такую тенденцию по снижению выдачи разрешений на строительство. И отсюда мы понимаем, что массовой такой застройки, наверное, ожидать теперь не стоит. Стоит ожидать квартальную застройку и точечную застройку, там, где у застройщика будет возможность продвигать свой бизнес, строить нормальные строительные площадки. На этом фоне растёт стоимость квартир на первичном рынке. Они, по словам Марины Ракиной, сегодня по цене вторички. У застройщиков пропадает конкурентное преимущество. Да и не всем со скроу-счетами получится работать. Некоторые не соответствуют требованиям банков. Ведь последним нужно вернуть вложенные средства с процентами. Невыгодному застройщику банк может отказать и перейти к другому предложению. В Винстрое уверяют, таким компаниям могут помочь. Министерство не только может, министерство помогает. Мы совместно с инспекцией государственного и жилищного надзора организовали площадку, на которой мы встречаемся, приглашаем застройщиков, приглашаем банки и снимаем те вопросы и проблемы, которые возникают при взаимодействии банков с застройщиками. В профильном министерстве не видят большой опасности в проектном финансировании, ведь объемы строительства не падают. В прошлом году, по данным Минстроя, в эксплуатацию введено почти 750 тысяч квадратных метров. План перевыполнен, поскольку целевой показатель был на уровне 700 тысяч квадратов. У нас есть задел по строительству жилья. Это более 2 миллионов квадратных метров, которые уже строятся. Поэтому мы не ожидаем проседания рынка жилищного строительства в ближайшее время. Как я говорил года 2-3 назад, что на рынке у нас останутся, наверное, 5-7 крупных компаний, ну, практически так оно и получается. Хуже ситуации обстоят будут, конечно, в наших городах, как Бийск, Новоалтайск, Рубцовск. Там я вообще не представляю, как будет это банковское финансирование осуществляться. Скорее всего, никак. Банки, работающие со счетами из Кроу, не готовы финансировать строительство, от которого они получат мало прибыли. А это относится почти ко всему рынку Алтайского края. Застройщики и рады бы поднять цены на квартиры, чтобы понравиться банкам. Но жители депрессивного региона большими средствами не располагают. По словам Александра Мишустина, именно из-за системы эскроу-счетов значительного проседания рынка нужно ждать в 2022 году. Конечно, сегодня, если здесь не будет никаких мер не принято, как бы, к поддержке застройщиков, самих строителей, естественно, они не останутся здесь. Они куда-то пойдут искать, где сегодня можно применить свои, как бы, ресурсы, силы, как бы. И бизнес не остановится. Это портрет сотрудников Барнольдского КЖБИ разных лет. А кто-то здесь уже не работает. И если каждого сотрудника, которого уже нет на предприятии, убирать с портрета, ну, меньше половины с него уйдет. Но если посмотреть на этот портрет при сохранении той же системы эскроу-счетов через пять лет, скорее всего, он останется пустым. Потому что все специалисты уедут из региона. Уже сегодня алтайские застройщики осваивают рынки с высокой доходностью. В основном это Новосибирск и западная часть страны. А вот край будет терять рабочие места, отчисления в бюджет, заводы стройматериалов, если на уровне края не будет принята программа для поддержки всего строительного комплекса. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.